После того, как вы поработали с вашим Excel файлом, вы создали какие-то макросы себе, они у вас прекрасно работают, и вы хотите сохранить книгу и, соответственно, хотите сохранить макросы, которые добавили. Но сохранить книгу Excel и сохранить книгу Excel с макросами – это две разные вещи. Если вы посмотрите на расширение файла Excel, то оно имеет расширение .xlsx. Вот. Книга же Excel, которая содержит макросы, имеет расширение .xlsx.xlsx, но в конце буква M. Так, давайте сейчас откроем файл Excel, жмем сохранить как, давайте меняем название, и видим, да, у нас старое расширение .xlsx, жмем сохранить. И нам тут выводится такое сообщение, что в этой книге Excel, в общем, невозможно сохранить макросы. Давайте это закроем. И когда будем выбирать тип файла, вот тут есть Excel с поддержкой макросов. Выбираем этот вариант, жмем сохранить, жмем ОК. И давайте посмотрим на рабочий стол. Вот у меня два файла. Видим тут расширение .xlsx, тут .xlsx. Ну и они визуально тоже отличаются, как вы, наверное, заметили. Так. На этом все. Это все, что я хотел вам рассказать. Вот таким вот простым способом можно сохранять Excel вместе с макросами. Субтитры создавал DimaTorzok